В институте кормопроизводства, которое в Норском, там был целый отдел, посвященный овцеводству. Они контролировали движение животных по всей области, в том числе по территории Советского Союза. Они знали, какие животные от конкретного барана происходят, какие потомки следующие, продуктивность этих потомков. Эта работа шла великолепно на научной основе. Сейчас проблема в том, что этим уже никто не занимается. Все эти проблемы ложатся именно на плечи плен репродукторов. В данном случае на фермерское хозяйство юриское. Чтобы сделать эту породу, сохранить и в том числе улучшать, она требует улучшения всегда. Потому что вот эти все с прошлых времен близкородственные скрещивания, разнопородные скрещивания, все равно эту породу немножечко ухудшили. И вот надо держать эту кровь в чистоте, чтобы тот потенциал породы, который он уже доказан, описан, он был. Это и вкусное мясо, это и теплая, красивая, хорошая шерсть. Это соотношение ости с пухом. То есть ценится эта романовская порода, например, по шерсти. Это пух, то есть он перерастает в ось, твердую ось, и остается такой мягкий, теплый пух, из которого уже производим мы изделия. Когда приезжали ко мне из Турции посмотреть на романовскую породу овец, они были очень удивлены тем, насколько она другая. Я говорю, а с чем вы сравниваете? Турки очень много завозят романовскую породу с Украины. То есть там у них это проще, видимо, и ветеринарное загадательство проще. И, соответственно, когда они все завозили, все нормально. И тут они поехали по России и заехали в фермерское хозяйство Юриско. Я общался с переводчиком, с турком. Он просто был удивлен, насколько наша овца красива, насколько она настоящая, насколько она та, которая описана в книгах, описана в научных трудах. Вот она, романовская порода овец. Вот она говорит, мы на Украине покупаем дворняк уж, извините, всех овцеводов Украины. Но, видимо, так оно и есть. Это не выдумка. Но чтобы нам продавать, допустим, на другие страны, это очень нужны большие и серьезные капиталовложения и огромное поголовье. Ну, всему все свое время. Давайте обеспечим Россию, матушку, этими животными. Далее того, когда разговариваю с профессорами, которые занимались, жизнь свою посвятили романовской породе овец, они вот рассказывают, каким образом эта шерсть использовалась в военное время, та Великая Отечественная война. Ведь романовская порода большой вклад внесла в победу над немцами те же пилоты, которые летали в кабинах самолетов в зимнее время. Там же нет отопления в этих кабинах. У них были специальные тонкие шерстяные куртки, шерстяные комбинезоны именно из романовской породы овец. Вот они согревались, вот там же движений, там же мало места, движений мало, соответственно, очень холодно. Только на зимнее время немцы замерзали, когда в боях участвовали наши, все-таки в шинелях, в валенках. Все-таки романовская порода огромное дело сделала, для того, чтобы помочь нашему русскому человеку избавиться от фашизма. У нас команда огромная. Овцеводство, содержание романовской породы, это еще одно. Есть еще растеневодство. У нас огромное количество посевной площади, пастбищ, сенокосов, на которые трудится огромное количество людей, техники. То есть, наш агроном, кандидат биологических наук, Кремин Владимир Владимирович, который о траве знает все. А как романовская порода без травы? То есть, мы ее выращиваем, заготавливаем, сушим, подаем животным. То есть, это тоже целая система труда растениеводства. Ну вот, тоже обязательно хотел добавить.